Всем привет, друзья! С вами Вадим Двак и Хаус, и я продолжаю свою рубрику Дикий Варкрафт. На этот раз это видео профессионалов, что довольно непривычно для этой рубрики. Но, тем не менее, игра очень дикая. Достаточно только того, что в ней играет TH300, мой любимый, наверное, игрок Варкрафт. У меня много было игроков, стиль которых мне нравился, но TH был, конечно, непревзойденным парнем. С его игрой я познакомился, наверное, в году в 2008-м, что ли, или 2007-м, когда он сыграл против Орка. Ну, его основная раса Хумана, но он любит креативить. Роберто это Юмика, это китайский стабильный Хуман, который, знаете, ну, Хуман, скажем так, берет Архимага всегда, строит футмена всегда и так далее. Ну, то есть, относительно стандартный его, по крайней мере, по отношению к TH300 Хуман. А тот парень против Орка сыграл Маунтингингом, то есть Гномом, и кучей футменов. И даже когда Орк строил Виверн, он не сразу переключился в воздух, а в основном играл футменами с щитами. В принципе, стратегия старая, и мы так в 2004-м году Орков убивали. Но мы это обычные пацаны, которые любили креативить в компьютерном клубе, а TH это крутой китайский игрок. Единственное, конечно, не хватает ему немного стабильности в последнее время, но тем не менее, когда он играет, он играет на высоте. Он обычно играл всегда против всех Хуманами, а против Эльфов он выбирал, ой, точнее, против Хуманов он выбирал Эльфов. Но сейчас, видите, он что только не берет. Он играл в этой серии и Хуманам, и Эльфам, и Оркам. Счет 2-2, решающая игра полуфинала крупного китайского турнира, где за первое место дается 3000 долларов. К сожалению, для Варкрафта 3000 долларов за первое место, это пипец крупный турнир, потому что с того времени, как закончились Зотоки, еженедельные турниры по Варику, 100 евро за первое место, вообще какие-то призовые в Варкрафте стали чем-то заоблачным. К сожалению, Blizzard сознательно забили на эту игру, а зря, потому что Варкрафт, даже вот такой вот несбалансированный по отношению к Старкрафту какому-нибудь, все равно вызывает невероятный интерес. То есть, если сравнить интерес к второму Старкрафту и к Варкрафту, он абсолютно разный. Все-таки первый Старкрафт брал своей такой составляющей, задротской, что ли, скажем, такой продуманный, такой макро и так далее. А как-то сейчас уже задротство такое не в моде, сейчас в моде взять одного героя и всех бегать, и называться дотером или лолером. Поэтому, так, сейчас пытается тебя аж забрать артефакт, это выбивает он артефакт, часто это делает, то есть вы бьете того монстра, именно из которого выпадает артефакт, и этот артефакт получает. Здесь он еще элементаля зарезает. То есть у него когти, как обычно орки делает, он продал телепорт, купил цирклетку, плюс два ко всем атрибутам, и еще ему когти достались, то есть Блейд будет резать жестко. Пока он ничего там особо не строил на базе, вот у него первый грант. К сожалению, базу не так часто показывают, поэтому сложно там понять, что и как. Хуман своего футмена заводит застройку, и стандартная тема, то есть одноклеточный юнит. Ну, одноклеточный не потому, что это инфузория туфелька какая-нибудь, а потому что он занимает одну, так сказать, условную клеточку, типа футмена, рабочего и так далее, проходит, а герой, грант туда не проходит. Там элементаль вводный. И вот Хуман бежит ставить базу, прям в наглую, прям перед орком. И проблема орка в том, что здесь у Хумана очень много всего, а у орка всего лишь один герой, один грант. И танкует элемент, то есть видите, что весь урон себя впитывает элементаря. Вроде как Хуман крепится, а вроде как... Опа, правда, единственный орк забрал двух монстров, но проблема в том, что забрав двух монстров, он лишился абсолютно всей маны, и его, во-первых, сейчас можно окружить. Ой, здесь просветочка от Хумана зря, потому что маны все равно невидимость нет. То есть, во-первых, он ничего нарезать особо не может, во-вторых, в случае чего он убежать не может. Так что Юмико не берет девайс. Здесь я, ну я смотрел это видео с комментариями Хавка, лучшего Хумана России, почему-то он сказал, что типа Хуман наглую крепится. Мне кажется, было довольно понятно, что здесь все равно... Что Хуман крепится, просто один элементарь впитал в себя весь урон. И, по сути, можно сейчас это назвать битвой Хумана и орка на базе. Да, конечно, рабочие будут умирать, но база строится, и, в общем-то, это плюсовое, наверное, все же для Хумана действие, потому что база строится, но потеряет он 5-6 рабочих, которых он окупит довольно быстренько. Сейчас башни здесь будут, все дела. Вот прибегает еще и ополчение, пытается Хуман контролить, теряет футменов с одной стороны, но с другой стороны не забывайте, и вот здесь ферма, ферма, чтобы Блейдмастер не прошел, даже в невидимости через здание он не ходит. То есть, видите, потерял он двух футменов, но зато рабочих это время не били, и база уже здесь достраивается. Потому что, как вы знаете, любое здание в Варкрафте, которое строится, по нему любой юнит наносит с любым типом атаки 100% урона. Когда база достроилась, уже все, это уже тип армора здание, и герой по нему уже наносит со штрафом урон. Вот здесь вы видите, как правильно говорил Хавк, ну, очевидно правильно, так как он шарит, что здесь главное окружать, или не говорил, не помню, главное окружать грантов, потому что гранты толстые, вот так вот их чуть-чуть бить не получится, потому что одно дело рабочий, там с двумя сотнями ХП, другое дело грант с семью сотнями ХП, его надо именно окружить, и только тогда есть возможность его убить. Ну, вот только одного гранта убил Хуман, но, в общем, база достроилась, башня достроилась, и действие плюсовое, а орк вот в панике, орк много опыта особо не получил, просветка, орка ударили, ну, здесь зря сюда Хуман отошел от своих башен, то есть одно дело надо было орка погнать от своей базы, а другое дело так вот с ним драться. Дудмастер забежал, и изнутри Архимага его ударил, но получилось, что он появился из невидимости, так, Архимаг пытается здесь что-то купить, его бьют, его режут, он покупает посох телепорта персонального, но это все равно ничего ему не даст. Блэдмастер пытается догнать, сейчас у него будет мана на невидимость, 75 маны стоит невидимость, и сейчас, я, кстати, уже не помню эту игру, но сейчас Архимага, скорее всего, заберут, да, он вынужден обычным телепортом отсюда уходить. Какое есть спасение, надо купить одновременно, ну, то есть зря он отошел от своей башни, спасение такое, надо купить, и вот сейчас, видите, он застрял здесь внутри, не может он в случае чего воевать за свой экспант, потому что телепортировался он внутрь, телепортировался он двойным нажатием на телепорт, то есть него какое-то определенное место внутрь, хотя если бы он телепортировался снаружи, его бы просто здесь забрали, так что зря он туда отошел, одним словом, потому что под башню орк бы сражаться не смог, по крайней мере, невидимостью он бы пользоваться не мог, Потому что манна сжигающая башня Всю манну бы ему сожгла И вот так вот сейчас хуман из плюсовой для себя Ситуация пытается окружить, пытается окружить, пытается Нет, вот чуть-чуть надо было верхнего футмена чуть ниже подвести Ситуация из плюсовой уже для него какая-то странная получается Потому что герой внутри застройки без хп Да, так, что я рассказал-то до этого Я уже не помню, я очень часто начинаю что-то говорить И обрываю свой рассказ Ну архимагу сейчас надо как-то выйти Но с другой стороны с таким количеством хп фиг выйдешь Так-то у него было половина жизней И получается, что все-таки, смотрите, он чинит ферму Готовится принимать атаку орка внутри базы Его бьют, но зато Блэйдмастер бить его не сможет Ну получается, если орк будет вот так вот ломиться на базу То, в общем-то, плюсовое действие, что архимаг внутри Он будет стрелять потихонечку По ферме Блэйдмастер бьет слабо Правда, вот Шадоухантер рабочих избивает здесь Но вы сейчас увидите, что сотворит орк Это вас удивит, довольно нестандартное действие Для современной меты Сейчас вообще стратегии на месте стоят Особо не сильно поменялись И во-первых, а во-вторых Ну многие стратегии просто устоялись на одном Что так вот играть прикольно В большинстве игр вы так выиграете Так, здесь видите, что он окружил Гранта Но сейчас в первую очередь потеряет своего футмена Блэйдмастер пытается резать футменов Минус Грант, минус футмен Третьего левела Блэйд Архимакси еще внутри сидит Футменам нельзя уходить Потому что их начальник сидит снаружи Вот, раньше так играли Гранты, катапульт Но играли так, правда, против эльфов Здесь сейчас у орка пойдут Катапульты Немножечко спойлеров Но вы все равно их скоро увидите Вот, выбежал райдер Райдер поувереннее будет бить ферму Футмены все забежали в домик Убивается элементали И еще опыт для орка Блэйдмастер в этот момент подхилялся Ловит в сеточку футмена Но, скорее всего, не успеет его добить Потому что сетка Хотя нет, видите, успевают Грамотно отошел Грант Дал дорогу своему начальнику с мечом И тот, вот, тот в свою очередь добил Видите, приезжает сюда катапульта И начинает бить экспанд А тема в том, что башня-то очень часто Хуманы стараются строить перед экспандом Чтобы даже если кто-то катапультами Или чем-то еще дрался Вот, забирают здесь ферму Забегает внутрь орк Пытается убить коня И тема в том, что скоро достроится тир-2 Очень скоро будет возможность купить поушен Но превращают архимага в беззащитного енота И забирают его В этот момент райдер убегает А базу в этот момент юмика не чинит А зря не чинит Потому что ее сейчас несут То есть башня строится впереди Чтобы сначала катапульты воевали с башнями У башни тяжелый армор А катапульты наносят бонус только по армору здания И получается, что катапульта Слабо бьет по башням Во-первых Во-вторых, пока она разбирается со всеми башнями Вот только сейчас начал чинить Пока она разбирается со всеми башнями катапульта Вы, получается, добываете ресурсы Строите войска и так далее Ну, короче, у Хумана очень часто Ставит перед ним цель выиграть время И в этом плане, конечно, он хорош В этом плане башни хороши Но здесь видите, что приехала катапульта И Хуман абсолютно не мобилен Он ничего не может сделать Вот из-за той потери Архимага Он его никак не прокрипил Орк насел просто на Хумана И не отпускает его А напомню, что Тиаш уже играл в этой серии за орка И проиграл Вот сейчас попытка окружить Шадоу Хантера И она увенчается успехом Единственное, как его может спасти Блэйдмастер То есть он может забежать внутрь Ударить кого-то из футменов Чтобы вытолкнуть Шадоу Хантера И вот он выталкивает Шадоу Хантера Потому что два человека там не помещаются Помещается только один И помещается Блэйдмастер А Шадоу Хантер уходит Пришел кодой, чтобы дать ауру Чтобы пострелять в базу В итоге базу забрали Целых две катапульты здесь стреляют Стоят башни То есть Юмико остался без базы Но футмены в этот момент неистово дерутся Окружают Блэйдмастера У Блэйдмастера нет маны И самое смешное, что Блэйдмастера сейчас убьют Хотя нет, превратили в лягушку Превратили в лягушку Архимага Похиляли Блэйдмастера Но снова окружают Шадоу Хантера Почти, почти, почти Нет, не удалось Не удалось окружить Шадоу Хантера Футмены идут Футмены нагибают вместе со своим предводителем У орка нету хилок И за счет этого орк доминирует Здесь в этот момент катапульты сносят еще и ферму Чтобы добиться того, что у Хумана были бы проблемы с населением С лимитом То есть да, уже у него красный лимит Во-первых, убили базу Это куча лимита Во-вторых, еще и... Ну, 12 Во-вторых, еще и снесли две фермы Еще 12 лимита Получается, что минус 24 лимита Хуман сейчас строить ничего абсолютно не может Его зажали на базе Он в сложнейшей ситуации Но у него еще довольно много футменов Он тут... Он на коне, не забывайте Он, правда, уже старый и седой Но на коне Рабочие побежали, видимо, строить базу втихаря Но это, конечно, занятие не из лучших Архимаг подбегает сюда Купит сейчас что-нибудь типа свит Покупает неуязвимость Да, неуязвимость ему очень нужна Свиточек бы тоже купить Деньги есть Проблема в том, что очень технологически отстает Хуман от Орка Здесь одного футмена превращают в животное Второго футмена ловят в сетку Но бежит куча ополченцев А три катапульта, которые построил Тиаша Они бесполезны против футмена Ну, не очень полезны в бою Их очень просто убить Но как-то Хуман далеко отбегает от своей базы Он немного увлекся Куда-то под спидами бежит Орк В этот момент Кадой кого-то съел Его вроде окружили, но в итоге не окружили Кадой выходит из-под окружения Орк туда-сюда бегает под спидами Не знает, что делать В итоге какие-то лаги Паузит Хуман Видимо, у него были какие-то лаги Все, предлагает стартануть Может, у него мышка сломалась или что-то еще Но реально Орк был, по-моему, больше в панике Здесь туда-сюда бегал В итоге... Но ему главное не тянуть время Чтобы ополчение кончилось Оно всего лишь 45 секунд Здесь окружает Блэдмастер Начинает его бить Но проблема в том, что у Блэдмастера 308 маны И плевать он хотел на эти окружения Он не раз может уйти в инвиз А точнее 4 раза И это как бы не очень для Хумана Здесь форпост такой небольшой И катапульты в это время еще и сносят башню Базы Базы, базу Короче, вы поняли Новые здания особо под тремя катапультами вы не построите Здесь выходит Маунтинг Кинг Это очень хорошая тема для Хумана То, что можно кого-то оглушить Окружить и убить Потому что пока происходит только потеря юнитов Вот новая волна ополчения Побежала, неизвестно куда нет Возвращается она назад Катапульты стреляют То есть у Хумана не третий даже архимаг С третьим архимагом Со вторым элементалем водным Можно очень просто здесь заниматься всяким бредом Так, окружает Кадоя Пытается его убить Но на Кадоя кидается эмпатия Урон распределяется между четырьмя юнитами Пытался Блэдмастер вытолкнуть Не получается Кадоя все еще жив Жирное животное на тысячу хп Похиляли его Свиточек еще, по-моему, зачитали Или мне показалось Короче, Кадоя все еще жив А Хуман-то вот раскладывается Но окружили в этот момент Шадоу Хантера Попытка вытолкнуть Шадоу Хантера Ни черта не получается Снова попытка Но Шадоу Хантер уже своим ходом вышел Убив там кого-то Попытка окружить Блэдмастера Но это уже агония, к сожалению Да запарили вы Не буду я это делать Я уже подумаю Купить реально лицензионную винду Чтобы это сообщение не выскакивало Реально уже можно будет людей удивить У меня лицензионная винда Ну правда Покрутит пальцем виска Пытается Блэдмастера здесь убить Но его в очередной раз лечат Неуязвимость использует Архмак Запаслива, которую купленную Конечно, против окружения Катапульта решает Минус Блэдмастер здесь Хуман телепортируется куда-то Ну и Персональным телепортом Но его ловят в сетку У него ничего больше нет И его сейчас убьют Он обречен Несмотря на то, что Рабочие окружили Шадоу Хантера Всем понятно, что Рабочие-то хоть и окружили Но бить они будут очень слабо А вот в свою очередь Маунтан Кинга Орк убил А катапульты по окружающим Шпарят неплохо То есть одно дело Если их там с третьим элемом Архимаг там нормальный Не зашуганный Третий элем Очень быстро рабочий До конца здесь играет Нос Хуман Но понятно уже Что Юмика проиграл Ничего ему здесь не делать Так вот Ну если у вас там Вторые элемы Архимаг Который хоть атакуют А не бегает постоянно Там у него хоть какие-то артефакты Возможно на ХП есть Там Перчатка на силу 75 ХП Там еще что-нибудь Хотя бы там Цирклетка там какая-нибудь 50 ХП Вот Так получается, что Все время бегает у нас Хуман И ничего сделать не может Катапульты По его слабым юнитам Шпарят Очень больно Джи-джи пишет Юмика И проигрывает эту серию Выигрывает Тяж 3-0 Очень Сильный Креативный игрок Ну что ж Друзья Надеюсь, вам понравилось Это видео Оно было реально Безумным Какие-то рабочие Окружающие Катапульты На профессиональном уровне Такое Себе позволить Может только Несколько игроков Вот Тяж Один из них Ух ты, как Блестит Ну вот, видите Тяж и Инфи Должны Сразиться В финале Этого турнира Ну, скорее всего Он уже закончился Но я бы все равно прокомментировал для вас какие-нибудь записи, если вам это интересно Так что вы пишите в комментариях, нужно ли вам это, понравилось ли или лучше больше самому Ну точнее нет, сам-то я все равно буду играть Просто нужны ли записи игр профессионалов, возможно какие-то более долгие Хотя на самом деле вы понимаете, что среднее время игры Warcraft 1 на 1 это 12-15 минут И говорить, что давай дольше, это вряд ли То есть ФФА средняя длительность где-то 45 минут в час, а вот 1 на 1 это 15-12 минут Ну что ж, до свидания друзья, до новых встреч, с вами был Вадим Двакахаус, пока